Гомельчанки стали победительницами межрегионального конкурса искусств имени заслуженного художника России Николая Климова. Творческий конкурс проводится в Липецкой области в третий раз. В связи с пандемией учащиеся Гомельского художественного колледжа принимали участие в конкурсе онлайн. Среди лауреатов будущая выпускница Юлия Враблевская, Юлия Мираевская и Анастасия Комарова. Гомельская танцевальная студия «Слэм» стала первым коллективом современного и уличного танца в стране, которому Министерство культуры присвоило звание образцового. Студия была создана в 2010 году Татьяной Кудровец, которая обучает детей и взрослых на базе Центра инклюзивной культуры. Сейчас в коллективе занимается более 100 человек. В библиотеке имени Герцена открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Родные пейзажи». Авторы экспозиции – ученики 5-й Гомельской детской школы искусств, кружок рукодельницы при Центре социального обслуживания населения Центрального района, а также гомельские мастера. Выставка сочетает в себе самые разные направления и техники. В стиле «Рок-3» эстрадно-симфонический оркестр имени Василевского представил новую версию любимого слушателями проекта. Программа собрана из переплетений западного и восточного рока. «The Beatles» и «Воскресенье», «Deep Purple» и «Ночные снайперы», «Дипешмот» и «Сплин» – вечно молодые легенды зарубежной отечественной музыки. Красота и торжественность симфонического звучания соединялась с напором и драйвом рока. Любимый многими киногурманами зал «Миньон» открылся по новому адресу – на втором этаже кинотеатра имени Калинина. Новое помещение вдвое больше предыдущего и вмещает 20 кресел. «Миньон» получил новый экран на метр шире старого. В репертуаре – семейные фестивальные фильмы, документальное кино и театральные постановки. Стоимость билетов от 4 до 6,5 рублей. Есть скидки при групповом посещении, а также функция аренды зала для приватного просмотра. Планируется, что «Миньон» станет площадкой для образовательных и дискуссионных мероприятий. К слову, кинотеатр Калинина стал первым в области цифровым трехзальником. А напоследок анонский на премьер следующей неделе. В марте в прокате стартует российская лента «Белый снег». Спортивная драма рассказывает о биографии лыжницы Елены Вяльбе, которая в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии впервые в истории завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Также вас ждут две российские комедии. «Рашен Юг» – история о студенте, который отправляется в Черноморский городок вслед за любимой. Но чтобы завоевать ее сердце, придется устранить всех соперников. Действие другого фильма «Пара из будущего» происходит в 2040 году. Семейная пара переживает кризис в отношениях, но не может развестись, ведь в будущем это стало дорогим удовольствием. Им удается вернуться на 20 лет назад, в день, когда они решили пожениться. Супруги пытаются остановить себя молодых и предотвратить свадьбу. Юных зрителей порадует новый диснеевский мультфильм «Райя» и «Последний дракон». В сказочном королевстве отважная воительница собирает команду, чтобы отыскать последнего в мире дракона и с его помощью одержать победу над врагом. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Новости недели.